Сбербанк Здесь вам нужно быть просто немножечко внимательными к тому, что я вам сейчас расскажу. Не пугайтесь, а, ну, будьте внимательны. Не ловите ворон по сторонам, когда ходите в банки. Сбербанк без согласия клиента списал с его пустой карты, пустой в кавычках написано, по требованию приставов деньги и оформил кредит под 40% годовых. Ну что же, что хотят, то и делают. Банки-то их. А вы думали, это ваши деньги, заработанные кромно? Как бы не так. Это их деньги, их банки. Поэтому что хотят, то и делают. Итак, миллионы россиян имеют простые дебетовые карты Сбербанка. Дебетовая карта – это когда вы пользуетесь только теми деньгами на карте, которые вам поступили на карту и являются вашими. Но с недавнего времени Сбербанк может без вашего согласия ввести для вашей карты услугу овердрафта. То есть вы ее не хотите, эту услугу, но вам ее введут. Проверяйте, друзья, ваши карты, есть ли у вас услуга овердрафта. Просто идите и проверяйте свои банковские карты. Овердрафт – это аккредитование банком вас через карту. Когда при оплате вами товаров или услуг, при недостаточности средств на вашей карте, банк пропускает платеж, и вы уходите в минус. Банк при этом дает вам кредит, может на какой-то срок без процентов, а потом под большие проценты. Многие граждане незаконный переход Сбербанком на овердрафт просто не замечают. И если вы следите постоянно за остатком на вашей карте и просто оплачиваете не больше, чем есть на карте, то вы все равно можете попасть на большие деньги. Банк обманывает клиентов, рассчитывает, что не все обманутые граждане пойдут в суд, а главное, что за свой обман Сбербанк вряд ли понесет вообще какую-либо ответственность. Но так устроен наш мир, и вы это тоже знаете. И даже то, что я вам сейчас расскажу, это же все то, что вы уже знаете. Просто я вас здесь сейчас хотела немножечко, чтобы вы напряглись и пошли проверили свои карты, чтобы у вас не было овердрафта, то есть такой услуги, когда вы можете уходить в минус, а через какое-то время у вас будут проценты, 40% годовых. Это аховые вообще проценты. Я вам расскажу сейчас реальный случай, который описан также в СМИ, что у жителя Пермского края без его согласия с пустой, пустой это, знаете, в кавычках, то есть обычной дебетовой карты Сбербанк по требованию приставов списали 33,5 тысячи рублей долга. Счет на карте ушел в минус. И Сбербанк вновь без согласия клиента оформил гражданину на эту сумму кредит под 40% годовых. То есть у вас нет денег, но вам оформили кредит под 40% годовых. Вам он не нужен, вы его не просили, но банк это сделал без вашего согласия. А приставы имели ли право забирать эти ваши деньги, тоже непонятно. То есть здесь уже идет такой, знаете, сговор махинаторов, великих комбинаторов, которые наживаются, конечно, на ком, на простых людях, легче всего наживаться. Итак, гражданин узнал об этих манипуляциях банка, когда получил повестку в суд Сбербанка. В суде требовали с него уже 60 тысяч 565 рублей. Сам долг около 14 тысяч рублей. Проценты около 13 тысяч рублей. Неустойку за погашение кредита. Вот и набежали 60 с половиной тысяч рублей. Как умеют лихо раздевать нашего обычного гражданина, который не очень-то разбирается в банковских делах, поскольку был советский строй. И кроме Сбербанка у нас ничего не было. И там было все ясно и понятно. Теперь ничего не ясно и ничего не понятно. В результате районный суд отказал Сбербанку. Краевой суд отменил это решение и взыскал с гражданина всю сумму. А Верховный суд отменил это решение и отказал Сбербанку. Вы что-нибудь поняли? Да, друзья, вот так бывает. Вот так жить в нашей стране. Итак, Верховный суд пояснил, что на любой кредит, в том числе овердрафт, должен быть заключен договор с клиентом в письменной форме. В данном случае банк имел право списывать только имеющиеся на счете деньги. Будьте внимательны. Банки созданы, чтобы зарабатывать деньги на своих клиентах, а не чтобы вам делать что-то хорошее. Нет, друзья, банки созданы, чтобы грабить вас. Ну, это капитализм. Это тот коммунизм, куда мы шагали-шагали вместе с Лениным, со Сталиным. Потом мы со всеми другими президентами шагали и с членами КПСС, которые нас возглавляли, и все шагали в большое светлое будущее ежедневно, ежегодно. Шагаем, шагаем. Оказались у края пропасти, что мы уже туда летим, но летим-то мы в таком, знаете, летаргическом сне и даже не понимаем, что с нами происходит. Вероятно, как в том самом анекдоте про лягушку, которую посадили в холодную воду, и начали варить. Ей было тепло и приятно. Так же было после 90-х годов, когда стала развиваться у нас какая-то деятельность в России, и народ понял, что да, можно жить, можно хорошо жить, ездить за границу и своих деток там учить. Однако же теперь пришли времена, когда кипяток-то уже сжигает эту самую лягушачью шкурку. Ну и никуда не денетесь, будем мы все сварены. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Рассказать ли вам, кстати, о том, что ожидается на следующий год? Я думаю, что вам будет интересно. Если не интересно рассказывать, конечно, я могу и не рассказывать, потому что вообще-то больше здесь нужно логикой думать. Есть и другие предсказания, которые они совершенно нелогические могут быть. Но поговорим в следующем ролике на эту самую тему. Помогайте каналу, друзья. Скоро мой день рождения, кстати. Совсем несколько дней осталось. Помогайте каналу. Я помогаю вам оценивать ситуацию и смотреть, как что происходит в нашем с вами мире, а вы помогайте мне рассказывать вам эти занятные, довольные истории из нашей с вами жизни.